оба здесь дом короче заброшены и я в прошлом году когда как дикий бегал искал места для съемки в таких заброшенных домах потому что не знал что делать чтобы ветром микрофон не беспокоило на моей тогдашней были лице внешне микрофона не было поэтому и вот я залез в это здание короче тогда и на меня сука выскочил блять черный с огромным ножом на с гигантским блять ножом сука и он думал я обосрусь а я смотрю он сам обосрался вот такие лестницы ужасные они можно пиздануться и кино кончится надолго бля медицинской страховки у меня нету вот я захожу в этот дом явно тут наркоты блять кто угодно живет блять о видали качаются они тут нахуй и блять с таким сука штырем на меня вышел бля а я только вышел с иммиграционной тюряги блять мне похуй был его штырек честно говоря меня вот-вот депортируют нахуй детей блять я брошу жену хуй знает когда вернусь вернусь ли вообще и так далее я больше за них переживаю они за себя мне так как видите настоящему индейцу завсегда везде ништяк вот и запиздючил я сюда он выскакивает как охуевший на меня с ножом но он в моем взгляде что-то такое прочитал что успокоился спросил на всякий случай пару долларов я сказал что нету нихуя и он короче ушел в одну из этих комнат я понял что снимать мне здесь не удастся вот как раз тот случай когда в этих заброшенных домах куда-то наступаешь проваливаешься сквозь пол и кино кончается я делаю дубль потому что вот в этом здании на меня напал с ножом негр тогда когда я снимал книгу жук потому что он здесь жила я приперся и скорее я его больше напугал чем он меня нихуя себе сказал красиво да так для фильмов ужасов блять антураж вполне такой себе приличный а рядом банк нахуй люди пухуя блять снимают денежки сейчас набухаются пойдут сегодня пятница такие дела или чеки кладут вот очень часто можно встретить вот такие вот мемориалы это парень скорее всего хотя выглядит как девушка видимо вот так же в пятницу наебашился ехал и попал в столб своей машиной и уже не вернулся но наткнулся на следы братьев славян теперь то я вам немцев показывал теперь чехи вот уже чешская в принципе немецкие соседи вот здесь они продают чикин пельмени из квашеной капусты чё-то вот сокол видите гимнастика это здесь уже сразу видно славянскую фамилию сразу видно по архитектуре что она более такая ладно крепкая и старая не знаю остались ли тут чехи но их след в истории нашего города сохранился чешская сын сокол холл сам ты чешский сын пожарка миндалей а вот как раз нам повезло мы бригадира драгдилеров встретили которые сейчас развозят по вечерней пятничной смене наверное порцию вот такая машина сразу попадает под полицейский профиль определенного рода и они его должны останавливать и шмонать но если мы прицепимся к нему с нашей камеры и поедем то мы увидим что в некоторых местах его даже охранять будет очень часто у латиносов есть фамилия гузман бля выглядит как гусман но это не еврей у эльчапо блять такая же фамилия была помните эльчапо блять крупный мексиканский нарколог вот они маленькие домешечки портариканской деревни хотя в портарико они живут еще хуже несмотря на то что это американская территория она удобно сюда туристов возить держат там блять ракеты всякие базу подводных лодок ну и терпеть население пытался как-то в этот залезть заброшенный крепенький симпатичненький домик но не нашел дырки а так как близко к дороге делать новую возможности не представилось симпатичный такой домик кирпичный почему не восстановить бы сто процентов какая-нибудь легальная заморочка сто процентов что-нибудь какой-нибудь документ не дают разрешение уведомление и прочую и все вот он стоит и пустует а кто-то спит на улице в это время вот дядя сидит на сокровище видите почтовый скольный автобус и два этих кемпера и не продает и сам не ездит и вот они тут ржавеют уже который год а какой можно было из этого передвижной дом слепить при желании умеете загадка да вот та самая кирха где я упал и снимал ису под занавес наверно залазить туда мы сейчас не станем муж там были вот это видимо дом священника он тоже пустой заколоченный радость бомжам потихотечно залезть сюда и спать но на самом деле там хуево знать какие животные водятся эта картинка на добровольном обществе бесплатных испанских адвокатов соответственно тематика и видуха такая как будто где-то мы кубе или форта рико вот бездательший единственное немного то что делает ford качественно вот с таким значком движок если это дизель блять и они ездят конечно долго да непростительно что на нем ездит один человек свою жопу возит но это другой вопрос уже а движок хороший ну что у нас сегодня блять праздник политического плаката я обнаружил вот эту надпись когда шел тут написано ее luxury is our displacement ваше ебучее богатство нам стоит жилья нам стоит здесь раньше бы видео салон знаете здесь сдавали в аренду dvd а потом когда появился netflix они вышли из бизнеса люди потеряли работу но я думаю это не об этом я думаю это о том что сука некоторым типа дональда трампа блять мало миллионов долларов мало власти сука над одной из самых сильных стран мира они все равно хотят что-то еще еще и готовы сука последние сорта достать у других которые научились жить правильно довольствие с тем что имеют а вот самая дорогая школа нашего города католическая школа старшая high school это для старшеклассников святого игнатия двадцатка в год здесь стоит за ребенка но он если сюда попал то тут он уже на всю жизнь обрастает завязками правильными тут сын прокурора один другой сын судей третий брат адвоката и все они по очереди трахают дочку мэра поэтому когда они вырастут власть соответственно перейдет к ним а я ну даже не я другой какой-нибудь который живет не в таком районе и который не может себе позволить двадцатку в год соответственно будет занимать другую пол другое положение поэтому пятна там черных это не всегда их выбор французских канадцев к нам занесло я смотрю bmw но не такой как обычно у нас я таких давно не видел модели ну что опять дошел я до сайт маркета короче кончился портариканский район даутауне вы были пересечем его посмотрим что вот попадется и попробуем поисту пройтись хотя это чертова батарейка мне совершенно не нравится как себя ведет вот здесь алкалоиды дома люди голуби всего в достатке пятница гуляют люди у ментов тоже у селуха соответственно блять визе как красиво автобусик экскурсионный менты люди идут пить пиво краса полицейская камера снимает нас а мы снимаем полицейскую камеру да вот обратите внимание пятница центр совершенно другая картина все ожило зашевелилась забухала рабов выпустили на свободу очень многим не понравилось как будто я так подбираю материал вот все плохо все так хуёво ничего красивого не ну почему если попадается красивая то как я могу это пропустить красоту разве можно разве можно пропустить красоту превосходный муральчик вот тоже немного выцвел но я большой сторонник такого рода искусства хоть как-то оживляет городские джунгли согласитесь вот здесь я хотел вам показать один муральчик интересный но я прохожу какое-то странное место здесь церковь католическая скорее всего где-то рядом субки и чин или кань хуйня раздачка для бомжей потому что резкое количество бомжующих личностей вокруг меня появилась блин против солнца приходится снимать надеюсь получится но иначе меня другого выбора нет обратите внимание на муральчик мы здесь недалеко здесь находится большой гей-клуб вот и здесь две птицы значит явно одинаково пола явно такой гей одежде они признаются друг другу в любви что касается гей-барчик это отдельная история а тут что у нас сложно сказать что похоже на субботник очень похоже на субботник в чем проблема ребята с этой грёбаной камеры вон и менты кстати грёбаной камеры проблема в том что вот стоит мне добраться до даунтауна и андрей батарейка садится я сейчас форме я нормально я не так много прошел камера умирает прямо напротив гей-портала блять католическая церковь нет она она Продолжение следует...